Итак, всем привет! Начинаем наш обзор с первого электрического водонагревателя с замечательным названием TEX. Итак, вот коробка приборов, водонагреватель немецкий. Это можно сразу видеть по коробке. Очень красиво, аккуратно все сделано. Обратите внимание на это. На лицевой панели нарисован сам прибор. Он такого же размера, как то устройство, которое лежит внутри. Прибор можно примерить, не вытаскивая из коробки там, где это необходимо. Открываем коробку. Первое, что попадается на глаза, специальный фильтр, рассеиватель, который ограничивает проток, тем самым экономит воду и электроэнергию. С помощью небольшого устройства это возможно сделать. В комплекте с прибором идут инструкции с инфографикой на всевозможных языках. Даже те, кто не знает английского языка, все довольно-таки просто понять. Намного проще, например, чем мобильный телефон. Анкера с шурупами для того, чтобы смонтировать прибор на стене. Давайте вытащим саму коробку. Вот мы его достали. Вот такой красавец. Ну, все довольно просто. Снаружи, в общем-то, всей красоты не углядеть. Поэтому давайте с него снимем крышку. Откроем его. Крышка снимается очень просто. С помощью одного винта. Это хорошо, это удобно для сервиса, для возможного обслуживания прибора. Шлейфом прибор соединен с электронной платой. То есть, блок управления соединен с электронной платой. Делаем снятие крышки аккуратно, чтобы не сломать прибор. Итак, что у нас внутри. Подача воды. Датчик температуры на входе. Датчик температуры на выходе. Электронная плата, которая меряет эти два параметра. Сравнивает и включает ту мощность, которая необходима. Датчик протока. То есть, если нет воды, то прибор выключится. Или, например, упало давление, прибор выключится. Здесь электрический блок, куда подключается питание для прибора. Соответственно, колба, в которой происходит нагрев. Вода выходит из колбы и идет дальше в систему горячего водоснабжения. И уже идет непосредственно на смеситель, на кран. Вот что у нас внутри. Из особенностей хочется сказать вот о чем. Внутри прибора, непосредственно на плате, есть переключатель. Переключатель довольно простой. Специально увеличили. Показать, как это переключается. Прибор выбирается мощность. Либо 6 кВт, либо 8 кВт. Конструктивной особенностью этого водонагревателя является его безопасность. То есть, все, что придумано в конструкции, направлено на его безопасность. Вот хочется обратить внимание на конструкцию вот этих вот боковых ребер. Это сделано для того, чтобы вода, попадающая на стену, отражающаяся от стены, не попала на электрические части, не произошло короткого замыкания внутри прибора. Класс защиты прибора IP25. То есть, прибор защищен от струй воды в любом направлении. Его можно располагать в месте непосредственно принятия души. Конструкция этого прибора является колба, выполненная из жаропрочного фторопласта. Колба необычная, армированная. Она рассчитана на очень высокое давление. До 10 атмосфер рабочее давление и до 25 атмосфер испытательное давление. Эти параметры значительно больше, нежели чем применяются в российских стандартах. Поэтому можно сказать, что колба выдержит любое давление и с ней ничего не произойдет в случае скачка давления, в случае каких-то проблем, которые возможны в наших системах холодного и горячего водоснабжения. Итак, колба применяется в сочетании с спиральным нагревательным элементом, который разработан специально для эксплуатации жесткой водой. В соли жесткости выпадает в виде осадка на поверхности тена. Здесь применена спираль, температура которой незначительно выше, нежели чем температура окружающей ее воды. За счет этого накипь не образуется в ходах колбы. И та накипь, которая все-таки попала в прибор, выносится вместе с потоком воды, подачей горячей воды. Вот коротко и все, что хотел сказать про этот прибор. Смотрите нас дальше на канале klagerush.ru. Спасибо! Продолжение следует...